Доброе утро, мои дорогие зрители! С вами Наталья, всех приветствую! Вчера кто-то написал мне комментарий, что обиделись, что я сказала привет тем, кто проходит мимо. Но я имела в виду, я не хотела никого обидеть, я имела в виду людей, которые просто приходят, посмотрели и ушли. Ну даже, нет, даже не этих. Те, кто посмотрели, ушли с Богом. А те, которые пришли, посмотрели, говяны их комментарии оставили и ушли. Вот я и этих имела в виду людей. Пускай проходит мимо. Да, с Богом. Ну что, в Москве продолжается жара. Видите, я еще даже не одета, все еще в сарафане, потому что дышать нечем. Вот у меня это сарафан. Вот такой. В Москве продолжается жара. Как бы на это пережить. Ну, еще говорят, почти до сентября будет. Ну ничего, мы не такой переживали. Давайте вернемся к Быковой. А что происходит? Быкова вчера прогуляла работу. Если она говорит, что стрим это ее работа, то она вчера ее прогуляла. Почему прогуляла? У нее болела голова. Да, это она в лепешках лежала, вот такая все. У меня, говорит, голова болит. Да. Спать она легла. Не досыпает девочка. Понимаете? И что еще мы узнали? Вчера она опять была в ГАИ. Подошла очередь Феде сдавать экзамены. Она сказала, говорит, вот Федя сейчас экзамен сдал по теории, сейчас пойдет вождение сдавать. И тишина. Ну что, это тоже вождение не сдал? Если бы Федор сдал вождение, мы бы сейчас в стриме, еще вчера, видели бы эти права. И она кричала бы, какие у нее умные, одаренные дети. Как им все легко дается. Захотели права, пожалуйста. Сиска села попой в лужу. Федор, я так поняла, тоже. Я не думаю, что Санек сдаст. Если уж Федор довольно-таки неглупый парень. Но посмотрим. У нас еще впереди Санек на права должен сдать. А он же, по идее, вместе с Федором учился в одно время. А этот что, даже теорию не сдал? И все. И Быкова пропала. И у нее заболела голова от ее одаренных детей. И она не вышла вчера. Вчера не было ни видео, ни стрима. Зато вышла статья. Вот тот комментарий ей не дает покоя. Вот не дает ей покоя. А она же себя чувствует мессией. Да. Она же сошла с небес помочь всем обиженным женщинам. А то они все такие глупые. Одна Оля умная, 10 лет терпела. Как денег мешок набрала, прозрела. Вы понимаете? Я думаю, Оля скоро будет на стрим выходить и говорить. Деньги – это зло. Отдайте это зло мне. Я с ним буду бороться. Вам станет легче. Ну вот, вы представляете? Это вот Кашпировский второй. У меня такое впечатление. Да. Вы ей деньги отдайте. Вам станет легче. А Оля с этим справится. Да. А то она говорит, Ютуб не платит. Да. Совсем. Хотя только вчера смотрела Диванного аналитика. Она довольно-таки неплохо получила за прошлый месяц. Да. За июль. Ну, порядка 100 тысяч она получила. Конечно, это же не миллион. Это не считая матери-героини. Или Оля у нас бегает по инстанциям, выпрашивает миллион. Непонятно. Да. Совсем непонятно. Ну что? Статья ее. Это продолжение позавчерашнего стрима. Это опять про жизнь в пустыне. Конечно. Но тяжело же было. А могла бы она оттуда уходить? Нет, не могла. А по своей ли воле она туда пошла? Нет, не по своей. Я уверена, что ее туда отправила матушка. Я уже об этом говорила. И Оля никогда своим подписчикам не расскажет правду, почему она ушла от Бориса. Она кричала, что она с грудничком ушла. Но вы посмотрите на фотографии. Когда она ушла в пустынь, Леше уже было два года. Это что, грудничок? Два года Леше было. Потому что два года они отмечали в пустыне. Ну, около двух. И как она писала, что там у них были такие условия, что она там на полу спала. А когда мама приезжала, это что за комната? Хотя внизу написано «Моя келья». Шикарный диван, шикарные обои. Дети играют на полу. Я что-то не поняла. Или это уже в квартире, которую тебе дали. Но тебя даже она не устроила. Очень замуж хотелось. Ты же в пустыне никого не нашла, никого не увела. Никто на тебя не позарился. Ты же сама это преподнесла, что тебя не любили в пустыне. Так же, как по всей жизни. А ты думаешь, тебя сейчас любят? Ты нашла вот таких же больных на голову, как ты. Которые, как на башках узел, на тебя молятся. И ты счастлива. Ну, еще Санек. Да, ну, Санек, конечно, да. Санек присосался. Эта пиявка еще та. Да, любовь закончится, когда закроют Ютуб, и Быкова останется с голой жопой. Как она говорит. Ну, Артур ее же до трусов раздел, а Ютуб вообще с нее трусы снимет. И она будет с голой жопой. Вот тогда мы и посмотрим, как Санек себя проявит. Нет, мы этого, думаю, не увидим. Ну, если только в Телеграм. И то вряд ли. А Быкова, если Ютуб закроет, где она будет жаловаться-то? На Дзене? Ну, возможно, на Дзене будет жаловаться про свою несчастную жизнь. И, конечно, у Быковой сейчас голова болит еще об одном. Но Феде еще как бы недельки-две побудет, ему еще надо права получить, прежде чем уехать. Приедет Лисиска. Ну, да, она же привезет детей. Надолго или нет, не знаю. Ей тоже надо пересдать. Ну, вот посмотрим, перездаст она или нет. Лебедишка надо к школе привезти. Лешек уже якобы квартиру снял. Вы знаете, мне интересно, 16-летнему ребенку, как заключался договор. Мне кто-то писал, вот мы тогда учились в институте, мы снимали квартиру, нам тоже не было 18. Вы знаете, когда я училась в школе, я могла спокойно летом, после 14 лет, пойти и устроиться на работу. В этом году внук мой устроился на работу. Без разрешения опеки никто его на работу бы не взял. Поэтому его родители ходили в опеку, писали заявление на разрешение, чтобы ребенку разрешили работать. Вы не сравните, что было и что сейчас. Сейчас без опеки, пока ребенок несовершеннолетний, шагу не шагнешь, ничего не сделайте. Вы помните, как в прошлом году СИСКО говорила, что пошла-зашла в АВИР, хотела сделать загранпаспорт. Ей спросили, сколько тебе лет, она сказала, что через месяц будет 18. Они говорят, ну, тогда приходи с мамой или приходи одна через месяц. Вот и все. Поэтому я не знаю, кто там сейчас будет заключать договор об аренде этой квартиры, кто за нее будет нести ответственность для того, чтобы Лешек там жил. Да. В этой квартире. Возможно, с ним будет жить Федор, поэтому и вдвоем будет дешевле ее снимать. Возможно. Но у меня впечатление такое, что Федор, скорее всего, едет в Питер. Я так думаю, а там я не знаю. Мои предположения. А что делать в Тамбовской области? За три копейки работать? Нет. Федор может какую-то небольшую работу найти себе там в Питере и подрабатывать своим фрилансом, на что его научили. А сам на дяде он работать не очень хочет. Так же, как все. Лешек вчера тоже немножечко соврал, но ему там в комментариях написали. Он сказал, говорит, я три дня сидел дома безвылазно, решил отдохнуть, поехать к друзьям. Ему задали вопрос. Леш, как ты сидел безвылазно, если ты накануне ездил с мамой снимать квартиру. Он сказал, вы ничего не понимаете, это не то. Для него, оказывается, выйти из дома, это значит пойти тусить с друзьями. Ну, Леш, ты же преподнес так, что ты трое суток сидел с детьми, хотя там есть Надя. О, не Надя, нянька, которую звать Катя, которая выгуливала собаку за воротами, когда Ольга увозила чипа, да, без Дейла. Все уже видели, все уже знают, что там есть нянька. Но ты преподносишь, как будто ты сидишь. В общем, семья брехунов. А подписчики Быков сказал, что обзорные каналы это все одинокие с кошками. Да, мы с кошками, но мы не одинокие. У нас есть семьи, у нас есть дети, внуки, у нас есть работа, в отличие от вас. В отличие от вас, у нас есть работа, и мы востребованы. Как помнишь тогда Большая перемена? Писал, я требуюсь, на каждом углу я требуюсь. А вот кто у тебя, подписчики, у Быков? Да, ЕБ, который. ЕПшечка, да. Я удивляюсь. Ну все, мои дорогие. Я сказала свое слово. Ваше право написать, высказать свое мнение. Я вас всех люблю. Вы у меня лучшие. Жду комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok.